Стол, стулья, минимум декораций и актёры-студенты. И это не репетиция в театре, а представление перед необычной аудиторией. Впервые на тюремной сцене комедия-фарс «Тётка Черлея» в зрительном зале осуждённой 29-й колонии. Некоторые из них с особым интересом наблюдают за происходящим. Они не просто зрители. Для них этот спектакль ещё и мастер-класс. В колонии есть собственные актёры, которые ходят в театральный кружок «Камелёк». Он существует уже 8 лет. В нём играют заключённые, которые всегда мечтали выступать на сцене. Инициатором создания театра-студии «Камелёк» стали ребята, которые в рамках внеклассных мероприятий организовывали концерты, ставили сценки. И они предложили, они создатели нам театр-студию. Мы будем одновременно ставить спектакли и делать праздничные концерты. У осуждённого Александра есть небольшой дефект речи. Он заикается, но когда выходит на сцену, будто забывает об этом. Речь льётся. На один из спектаклей приезжала даже его мама. Расплакалась, загордилась. У меня ещё как-то со школьного интерната, ну как, ну сложилось. Там у нас был ку-ку-ку кружок по танцам. Ну и там были иногда сценки. Там вот даже, вот песня есть. Она старая, 30-х годов. Мы ставили танец, как там, ну как поётся. Он один поёт, мужчина, за лебедя. И мы-то танцевали вальс. Я вот первый раз в жизни учился на тот момент вальсу. Актёры приехали сюда со своей дипломной работой-постановкой. Во главе с Виктором Мирошниченко нередко посещают различные заведения. Школы-интернаты, детские дома занимаются благотворительностью. Этим надеются привлечь как можно больше людей к театральному творчеству. Актёр, понимаете, это жертвенная профессия. И коли уж мы выбрали эту профессию, то не надо врать. Мы не зарабатываем деньги своей профессией. Мы отдаём своё тепло. И если к нам приходит тоже тепло человеческое, значит, это как бы компенсирует вот этот наш выбор. А выбор у всех есть. Спектакль закончился, но жизнь продолжается. И, может быть, театральный кружок поможет изменить взгляд на мир. Полина Романова, Алексей Зайцев. Новости моего города.